Сможет ли мастер шаолинского кунг-фу победить топового бойца муай-тай в реальном соревновательном бою в ринге? Вот это мы с вами сегодня и узнаем. Привет, золотоглавые драконы! В этом видео мы посмотрим бой, который прошел в 2015 году между мастером кунг-фу Елонгом и легендой муай-тай Буакавом Банчам Мэком. Пока наши тигры начинают обмениваться любезностями, преподнося друг другу жесткие плюшки, мы поговорим о бойцах. А начнем с мастера шаолинского кунг-фу Елонга. Настоящее имя Лю Син Цюнь. Родился в 1987 году в Дэ Джоу. Имеет рост 176 см и выступает в среднем весе от 70 до 75 кг. Интересно, что в его биографии и стиле единоборств указано, что он занимался кунг-фу шаолинь, винчунь, ушу саньда и муай-тай. Хотя сколько лет конкретно каждым видом он занимался, неизвестно. На его счету 74 боя, 61 из которых он выиграл. А это очень впечатляет. Также он становился чемпионом мира по нескольким китайским версиям кикбоксинга. Весь мир знает Елонга как бойца шаолиньского кунг-фу номер один. А все потому, что он сам себя так называет и всегда выходит на бой в желтых штанах монахов. Хотя нельзя не сказать интересный факт. Представители храма шаолинь категорически отвергают причастность Елонга в своему монастырю. А многие источники говорят о том, что он самоучка кунг-фу. Я бы хотел сказать еще одну очень интересную вещь. Сяо, человек которого называют основателем ММА в Китае, на которого я делал обзор под названием «Боец ММА, уничтожающий кунг-фуистов», который можно посмотреть в подсказках, назвал Елонга мошенником и бросил ему вызов. Было бы интересно посмотреть на этот бой. Мое мнение на этот счет таково. Елонг занимался ушусянь, да, возможно даже тайским боксом. Но потом решил, что бренд шаолиньского монаха будет лучше продаваться. И одев желтые штаны, начал называть себя монахом шаолинь. Это сработало. Его стали часто приглашать на бои в Китае и организовывать денежные бои с другими бойцами из других стран под заголовками «Кунг-фу против бокса», «Кикбоксинга» и «Муай-тай». То, что мы с вами и видим в этом бою. Елонг несомненно хороший боец. Но он не показывает в ринге шаолинь. Может быть ушу сань да или кикбоксинг? А что ты думаешь на его счет? Пиши в комментариях. А тем временем у нас подходит к концу первый раунд. Елонг начал очень агрессивно. Два раза сделав Буакау высекание. Как мутара хвостом в Мортал Комбате. Также приложил парочку хороших боковых и апперкотов. А Буакау почему-то не бил ногами. В основном пытаясь достать своим коронным левым сбоку или двойкой. Но парочку хороших колен все-таки всадил. Начало раунда однозначно было за Монахом. Но Буакау как слесарь, который постепенно закручивает гайки, пока не сорвет резьбу, давил и давил, перехватывая инициативу в поединке. А пока во втором раунде. Бойцы будут обмениваться черствыми ватрушками в виде каменных ударов. Мы поговорим про Буакава Банча Мека. Конечно, многие из вас знают эту легендарную личность в мире единоборств. Но вспомнить некоторые факты не помешает. Белый Лотос родился в 1982 году в Сурине. Имеет рост 174 сантиметра и выступает в среднем весе. В основном в 70 килограмм. Он начал заниматься муай-тай в 8 лет, а в 15 переехал в Бангкок, в клуб Пор Промук. Имя которого носил до 2012 года, где стал звездой бойцовских стадионов. Хотя он никогда не был чемпионом Раджамнена или Люмпини. Лишь однажды он дрался за пояс Люмпини, но проиграл. Но он является чемпионом стадиона Амной. Для всего мира имя Буакава Пор Промука стало известным благодаря выступлениям на Океи 1 Макс. В первый же год своих выступлений, в 2004 году, он становится чемпионом. Победив на своем пути очень титулованных бойцов и местного чемпиона Масато в том числе. Он был настолько крут, что организаторы изменили правила турнира, запретив работу коленями в клинче. Но даже это не смогло остановить Буакава. После проигрыша в 2005 году в финале Энди Сойеру. Уже в 2006 он снова становится чемпионом, отомстив Энди за поражение в финале прошлого года. Я делал обзор на его восхождение в этом турнире, который вы можете посмотреть в подсказках. После этого имя Буакава вошло в легенды. А его стали приглашать на различные коммерческие турниры, где он неоднократно становился чемпионом. Всего Белый Лотос провел 239 боев, из которых 206 выиграл. 12 боев свел в ничью и 21 проиграл. А тем временем у нас подошел к концу второй раунд, в начале которого Юлонг перепутал Буакава со своим напарником по тренировкам Шаолинь и всадил коленом между ног, делая обычную набивку. Но Банчемек не любитель стальных бубенцов, поэтому такого удара не ожидал. Монах уже не настолько агрессивно работал. Видно, что он подустал и начинает побаиваться колен Буакава. Думаю, вы и обратили внимание, как он прижимает руки к корпусу, когда идет в атаку. В свою очередь бангкокский буйвол начал подключать ноги, что сделало жизнь монаха довольно болезненной. Атаки Банчемека стали чащими и более силовыми. В общем, он начал работать в своей тактике, давить и больно бить. Второй раунд однозначно остался за тайландским Чикатилой. А у нас третий, заключительный раунд. В этом раунде Буакав будет нагнетать. Он так делает всегда. А Юлонгу нужно добавить темпа и почаще отвечать, если он хочет выиграть этот бой. Обратите внимание, что практически все атаки Банчемека заканчиваются клинчем. Это привычка, которую в К1 не очень хороша, но в Муай-Тай он продолжает бить коленями в клинче и добавлять локти. Думаю, лысый монах не раз благодарил судьбу за то, что согласился на правило исключительно К1, а не тайбокса. Хай-кик от мастера кунг-фу, который проходит мимо и сразу бэкфист правой рукой, который попадает четко в голову. Классная связка, которая прошла. Юлонг это тоже почувствовал и решил добить Буакава, но тот абсолютно не был потрясен и продолжил делать уклоны и нырки от невероятной серии ударов в Йи, а потом заклинчевал и добавил колено. Это была единственная хорошая возможность монаха отправить тайского носорога в нокдаун, а возможно и доработать до нокаута. Но не сложилось. У Банчемека есть одна интересная особенность. Кто видел его бои, мог ее заметить. Если противник наносит ему какой-либо удар или делать какое-либо техническое действие, которое приносит успех или четко попадает, Белый Лотос улыбается и обязательно пытается ответить тем же, как и было только что. Он попытался ответить лонгу бэкфистом, правда улетел сам. Стальные ноги тайской железяки просто дробят кости и лонгу, но он стойко держит эти удары и не показывает свою угнетенность. Продолжение следует... Наш бой подошел к концу и я думаю по бою вы догадались, кто одержал победу. Но я вам открою страшный секрет. У этой саги было продолжение. И если это видео наберет 200 тысяч просмотров, я сделаю обзор на матч-реванш. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись видео с друзьями. Пускай тоже посмотрят на этот замес. А свое мнение выскажи в комментариях, нам всем очень интересно. А если ты хочешь рубиться так же, как Буакаф, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.